МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Барнауле эвакуировали людей сразу в нескольких судах. Шукшинские дни на Алтае. Как прошла церемония открытия? И кто из звездных гостей приехал на фестиваль? Сегодня в Барнауле объявили эвакуацию в зданиях нескольких судов города. Причина – сообщение о минировании. Сотрудников экстренно вывели на улицу. Сообщение о минировании якобы пришли с территории Украины. Источник в одном из судов сообщил, что их получили Алтайский краевой суд, арбитражный, а также суды железнодорожного и центрального районов города. Подчеркнем, что в начале июня также эвакуировали людей из здания арбитражного суда. Правда, причина до сих пор неизвестна. Но тогда вывели как и сотрудников, так и посетителей. Все заседания отменили. Добавим также, в начале мая сообщение о минировании получили барнаульские школы, вокзал и аэропорт. Уровень АБИ на грани ЧС впервые за всю историю края. Уровень воды в реке упал ниже отметки навигационного уровня. Основная причина обмеления – недостаточное количество снега в горах. Не исключено, что речная навигация будет частично ограничена. Особые проблемные участки на пути следования к селам Шульгинка «Быстрый исток», «Усть-Пристань» и в районе Бийска. Под угрозой и направление из Барнаула до Расказихи. Уже сегодня там большинство пассажирских судов проходят с трудом. Министр природных ресурсов края пояснил, что на обмеление рек повлияло несколько факторов. В этом году все мы помним, что очень была малоснежная зима. И практически с весны не выпадало достаточное количество осадков в виде дождя. То есть это тоже повлияло, является большим фактором, который влияет на пополнение грунтовых вод, который впоследствии выносится в открытые водоемы, реки, озера. Отметим, что ряд краевых СМИ сообщил о возможном закрытии навигации уже в июле. Однако корреспондентам нашего телеканала эксперты пояснили, что даже при самом плохом сценарии возможно лишь частичное ограничение движения грузовых и пассажирских теплоходов. Наш телеканал готовит подробный материал на тему обмеления рек. Он выйдет в ближайших выпусках новостей. Почти месяц остается до завершения реконструкции набережной в районе речного вокзала. Благоустройство объекта проводит по нацпроекту «Жилье и городская среда». На работу направят порядка 15 миллионов рублей. Как сейчас выглядит набережная и как изменится она в скором времени, об этом расскажет Анна Рашагирова. Прежде чем этот участок набережной станет похож на тот, что за моей спиной, буквально в 100 метрах, пройдет еще около месяца работ. Что имеем на сегодня? На сегодня здесь демонтировали старый асфальт, уложили новый, а также обустроили подпорную стенку. И несмотря на то, что работы сегодня в самом разгаре, отдыхающих здесь немало, и вот их ожидания. Чтобы было красиво, лавочки, аттракционы, чтобы не пили, главное, не было грязно. А предыдущая территория устраивала? Вот то, что было раньше здесь. А тут ничего не было, просто пусто было. Тата набережная очень красивая, но это, конечно, маленькая не хватает. Если плитку сделают, доведут до ума, будет очень хорошо. Лавочек, конечно, здесь не хватает, потому что люди гуляют, ходят где-то передохнуть, и сверху, чтобы накрыто было. Скажем, с 2014 по 2017, когда я здесь жила, здесь этой набережной не было и в помине. Не было ни парка, ничего, поэтому ты не можешь не радовать. Помимо асфальтового покрытия, там мы планируем укладывать плиточное покрытие. Также будет озеленение, 18 деревьев посадим, ивы, яблони, клены приречные. Изюминкой благоустройства набережной будет установка часов по стилю набережной на стойке. И действительно, набережная должна стать уютнее, по крайней мере, так обещают городские власти. Здесь появятся лежаки, лавочки, навесы от солнца, а также вилла парковки. По сути, этот участок набережной должен стать продолжением той, что реконструировали несколько лет назад. Анара Шагирова, Андрей Печоркин. День с толком. И к другой теме. За последние сутки произошло 11 возгораний в лесах края. И в октябре власти региона готовы назвать ущерб от большого числа пожаров этим летом. В том числе и от масштабных возгораний в Угловском районе. Но некоторые данные есть уже сегодня. Так известно, что в этом году на тушение пожаров в Алтайском крае уже потратили более 25 миллионов рублей. При среднегодовых затратах в 10 миллионов. Такие цифры во время пресс-конференции назвал сегодня министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский. При этом он подчеркнул, что подготовка к пожароопасному сезону в крае была серьезная. У нас в достаточном количестве техники. Но вот причина частых возгораний достаточно банальная. Малоснежная зима, дефицит осадков и высокие температуры. К примеру, в углах на солнце жара достигала 50 градусов. В таких условиях юго-западные степные районы вспыхивали как спичка. И, кстати, только сегодня в Алтайском крае произошло 11 лесных пожаров. 10 из них в юго-западных районах. Также министр ответил и на вопрос о груди мусора на территории линии сортировки отходов в Рубцовском районе. После вмешательства краевого ведомства вокруг нее убрались и поставили забор, чтобы отходы не разлетались по всей округе. На компанию заведено три административных материала, а Роспотребнадзор обратился в суд, чтобы привлечь предпринимателя к ответственности за несоблюдение санитарных норм. Самих отходов должно стать меньше. Тот мусор, который, ну что переработан, как я уже сказал ранее, он в течение двух-трех дней уже вывозится, не складывается, не складируется на площадке, время накопления на полигон для захоронения. И при формировании партии, партии сфрессованных вот этих вторичных отходов, они вывозятся в город Новосибир для дальнейшей утилизации, то есть переработки. Жители Барнаульского пригорода обеспокоены нехваткой автобусов. Чтобы добраться из поселка в спутник и авиатор в центр города, людям приходится колесить по всему Барнаула на 144 маршруте, прозванном в народе экскурсионно. А ведь раньше, говорят, был удобный автобус 110-й, который почему-то убрали с линии. С чем связано неудобство? И почему густонаселенные поселки практически остались без транспортного сообщения? Об этом в нашем сюжете. Бабушка Таисия живет в поселке Спутник-2, можно сказать, на краю города. А поликлиника, в которой в силу возраста приходится часто бывать, номер 14 на Павловском тракте. Чтобы до нее добраться, пожилая женщина вынуждена ходить до остановки, что в 20 минутах от дома, чтобы сесть на единственный автобус, на котором можно уехать из поселка, да и тот платный. Для тех категорий пожилых людей, которые имеют льготы на проезд, мы здесь их не можем получить, потому как 144-й это не обеспечивает эти льготы. Ну а больше ни на чем. Поэтому у нас все это так получается, что мы не пользуемся этими правами, которые нам предоставлены. Возмущены отсутствием удобного маршрута не только пожилые люди, но и молодые семьи с детьми. Поселок растет, здесь скоро откроют новую школу, и кажется, надо радоваться, но нет. Дело в том, что на сегодняшний день детей возят в школьные автобусы. После того, как школу построят, естественно, этих школьных автобусов не будет, которые возят у нас в район Солнечной поляны. И после этого автобусы на сегодняшний день курсируют по маршруту только в одну сторону. То есть, если, допустим, в одну сторону дети могут доехать, будут до школы, а в обратную сторону возвращаться со школы только пешком. Местные говорят, был удобный автобус номер 110, и по льготным проездным на нем можно было ездить. И маршрут не столь витиеватый, как у 144-го. Но пару лет назад профильный комитет мэрии расторг муниципальный контракт на обслуживание 110-го, а взамен ничего не предложил. Жители поселка писали письма с просьбой вернуть им маршрут, однако полученные ответы, мягко говоря, людей не утешают. Буквально на днях мы получили ответ. Конечно, ответ у нас всегда один и тот же, что после проведения аукционов не находится перевозчика. Это один ответ на все вопросы. Но мы считаем это как-то несправедливо, неправильно, потому что мы являемся также частью города, и нас просто отрезали от транспортной развязки. Контракт с прежним перевозчиком мэрия разорвала в 2020 году. Причина – многочисленные нарушения со стороны компании. Однако, по мнению пассажира-перевозчика, основная проблема кроется в другом – низкой ликвидностью маршрута. Пассажиропоток маленький, а километраж приличный – от аэропорта до площади Спартака-2 в центре города. К слову, новые перевозчики на маршрут не идут, а прежний готовы вернуть автобус на линию только при условии дотации со стороны мэрии либо повышения тарифа за проезд. Жители поселков не отчаиваются. Они продолжают писать письма в администрацию города с просьбой вернуть им прежний маршрут. Но, судя по последнему ответу из Комитета по транспорту Барнаула, трудности с проездом у людей разрешатся не скоро. Принимая во внимание реализацию в городе Барнауле в 2022-2023 годах проекта по реконструкции путепроводов через железнодорожные пути на проспекте Ленина, финансирование которого осуществляется за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, принято решение об оптимизации маршрутной сети города после выполнения работ по реконструкции моста, но не ранее 2024-2025 годов. Выходит, ранее, чем через 2-3 года общественный транспорт для проживающих пригороди доступнее не станет. А между тем, за последние 5 лет только в «Спутнике-2» появилось несколько десятков новых улиц. Елена Кузовкина, Ольга Иванова, Александр Антропов. День с толком. Жителям Барнаула вернули тротуар спустя несколько лет борьбы и освещения проблемы. В июне этого года наш телеканал рассказал о большой парковке вблизи многоквартирного дома, который находится в самом центре краевой столицы. Из-за незаконной стоянки для машин пешеходная зона превратилась в узкую полосу, а жители прилегающего к парковке дома стали задыхаться от выхлопных газов. У меня астма, у меня сердечная недостаточность, дышать нечем. Я не могу открыть балкон от машин, но невозможно от них дышать. После освещения проблемы нашей съемочной группой городские власти жители услышали. Убрали разрешающую парковку дорожный знак, установили барьеры, препятствующие заезду машин, и расширили тротуар. Жители не нарадуются. Павел Деревянко, Олеся Судзиловская, Иван Кокорин и другие актеры сегодня приехали в краевую столицу. В Барнауле стартовали шукшинские дни на Алтае. После двух лет пандемии фестиваль в честь именитого земляка вновь пройдет в былом масштабе. В ближайшие дни в городах и селах региона пройдут кинопоказы, встречи с известными писателями, а наша съемочная группа сегодня побывала на открытии фестиваля. Эти дни наступили. Барнаул, улица Шукшина, памятник режиссеру и писателю из народа. С годами ничего не меняется. Сотни людей все так же приходят, чтобы вспомнить земляка Василия Макарыча. Впервые шукшинские дни провели в 1976 году, спустя два года после смерти шукшина. Чуть позже фестиваль приобретает всероссийский статус. В этом году большое внимание жителей Барнаула и всего региона приковано к артистам театра и кино, которые приехали на фестиваль. Мария Бурляева, Олеся Судзиловская, Ирина Муравьева, Павел Деревянко и Иван Кокорин. Хочется шуток и смеха где-нибудь в шумном скопище, но хочется и успеха, но на хорошем поприще. Успеха, друзья мои, и с праздником вас! Также на церемонии открытия земляков и гостей фестиваля поздравили почетный гражданин Барнаула Николай Звонков. Кстати, он является автором этого памятника. А также председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич. Меняется время, меняется жизнь, меняется облик наших городов и сел, но не меняется главное. Ваша душа. Я хочу поблагодарить наших гостей за то, что они сегодня на нашей Алтайской земле. Для нас это очень важно. Сегодня, завтра, послезавтра и кульминация суббота. Все эти дни будут насыщенными по своей программе. Жители и гостей региона ждут кинобоказы, творческие встречи в городах и селах края. По словам организаторов фестиваля, приглашенные писатели и кинематографисты определяют основные направления литературы и кино в России. Завершится фестиваль в субботу в Сростках. В этот день малая родина Василия Шукшина по доброй традиции объединит тысячи людей со всей страны. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Они преодолели долгий путь. Полсотни детей из Донбасса приехали на Алтай для участия во второй образовательной смене, которую организует Алтайский педуниверситет. Представители вуза, а также наша съемочная группа встречали гостей на перроне железнодорожного вокзала. Плажки и теплые улыбки. Торжественная встреча под гимн университета. Его сотрудники постарались и принять тепло, и программу смены сделать увлекательной. Мы только приехали, у нас все хорошо. Ждем будущее, посмотреть город, впечатление оставить. Отдыхать от обстановки. В целом все очень хорошо, нравится. Да, леса, поля очень, все красиво. Но ожидаю каких-нибудь конкурсов, возможно, поездок там, туристических. Университетская смена – образовательный проект Министерства просвещения России для детей из Донбасса. Они в летнее время, с июня по август, разными группами на базе оздоровительных лагерей при ведущих вузах страны отдыхают, одновременно знакомы с историей России через культуру отдельных регионов. В нашем крае для прибывших подготовили массу творческих мероприятий и познавательные экскурсии по красотам и историческим местам. У нас большое количество выездных экскурсий в село Полковниково, в Мемориальный музей имени Германа Степановича Титова, в село Сростки на родину Василия Макарыча Шукшина, в Барнаульский зоопарк, в Барнаульский планетарий, в нашу обсерваторию. И это лишь часть насыщенной программы. Впереди 10 увлекательных дней смены. Вторая по счету и последняя в этом сезоне для детей из Донбасса, официально стартовала сегодня на площадке Педагогического университета. В следующем году, уверены организаторы, всероссийский проект продолжится. Елена Макаренко, Мария Мацаева, Вадим Быстревский. День с толком. А вот один из наших земляков предположительно пропал в Донбассе. Ряд краевых СМИ сообщили, что родственники зампредообщественной палаты Алтайского края Евгения Новикова опубликовали пост о его пропаже. В самой общественной палате не подтверждают, но и не опровергают данную информацию. Добавим, в соцсетях пишут о том, что Новиков пропал после обстрела Шахтерска 10 июля. На Донбасс он уехал добровольцем, в местах боевых действий бывал не единожды, и там нередко бывали перебои со связью. И в завершение выпуска еще одна новость, связанная с организацией движения в Барнауле. С сентября в город вводят единые школьные и студенческие проездные. По ним можно будет ездить не только в трамваях и троллейбусах, но и в автобусах. Единый проездной для всех видов транспорта поручило установить руководство города. Такую меру приняли на время масштабного ремонта моста в Барнауле и вызванных им изменений в организации движения. Для минимизации неудобств пассажиров, которые пользовались проездными билетами типа студенческий, школьный, для школьников из малообеспеченных семей, распространяем их действия на автобусы, следующие по регулируемым маршрутам. Предполагается, что воспользоваться едиными проездными смогут десятки тысяч школьников и студентов Барнаула. У меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире.